Продолжение следует... Действовать в тех обстоятельствах, в которых от нас что-то зависит. Напоминаю, что события длятся несколько месяцев, соответственно, они по нарастающей усиливаются, больше жертв, больше какой-то агрессии, больше каких-то моментов, которые мы даже себе еще год назад не могли бы себе представить, о которых, может, мы только смотрели в фильмах, книжках, ну, то есть, реально, вот это страдание, оно бесконечное, и в этом самое важное то, что мы не можем это остановить. Кто-то принимает решение, от кого-то зависит степень нарастания вот этой агрессии, применения вооружений, и до конца мы не знаем, будет применено какое-то химическое оружие, ядерное оружие, мы про это ничего не знаем. В общем, эта кнопка, как говорится, красная, она не в наших руках. Для психики это очень плохо, соответственно, мы испытываем вот эту беспомощность, нам никто в этом помочь не может. Как-то прекратить это, остановить, остановить вот эти изменения. Фактически для нас рушится тот мир, в котором мы жили. И здесь накатывает бессилие. И это бессилие и беспомощность, они длятся несколько месяцев. А поскольку мы в детстве все были там в животике у мамы, мы зависели от мамы, у нас, опять-таки, у нас самих мог болеть животик, и нам нужно было, чтобы нам помогли, нам не хватало еды, тепла, внимания какого-то. И наша жизнь зависела от каких-то взрослых, она зависела от близких, она зависела от врачей. И мы все буквально переживали вот этот опыт, у нас есть в памяти тела, и вот этот опыт прошлого, то, что мы не хотели бы, чтобы он повторялся, вдруг воспроизводится в рамках системы, на уровне целых государств и вообще на уровне целого мира. И на нас накатывает вот этот опыт. И очень важно вот этот опыт уметь проживать, потому что мы не хотим быть бессильны, мы не хотим быть беспомощны, мы что-то пытаемся предпринять, но вот как вам описать, вот студентов я когда-то мучу, я говорю, да, как депрессия проживается. Между агрессией и депрессией вот есть такой переход, да, то есть уже, по идее, мы должны отозлиться на потерю, на изменения, на катастрофу и перейти к гореванию. Но внутри горевание очень дискомфортное ощущение. Мы лежим, оно бессильное, жить не хочется, ничего делать не хочется, это потеря энергии. Внутри на нас накатывают вот эти очень негативные чувства, и как в колодце, да, когда мы падаем в колодец, а чувства это и есть, да, чувства, смотрите, нахлынули, да, затопили. В работе с тенью напоминает энергия воды, и нас затапливают эти чувства. И в этом колодце мы не хотим тонуть в эти чувства. Большинство из нас, так устроена психика, и мы цепляемся за стенки этого колодца, да, то есть нам не хочется упасть туда, на дно этого колодца, и переживать вот весь этот ужас, кошмар, и вот это ощущение, все, потери, я ничего не могу изменить, все, мир, в котором я жил-жила, рухнул, те люди, которые мне там дороги, их больше нет, те, не знаю, вот те обстоятельства, та экономика, та вообще страна, тот мир, в котором я жил-жила, он рухнул. И эти бесконечные вот эти потери, они наслаиваются, и, естественно, мы чувствуем, инстинктивно чувствуем, что если мы упадем в эту депрессуху, нас затопит, мы не можем там в ней быть эффективны, и вот мы за эти стенки колодца, мы цепляемся, царапаемся, лишь бы не погружаться вот в эти ощущения, потому что там вот это вот бессилие. Если его рассматривать внутри, вот с точки зрения, я говорю, буддизма, что такое буддизм, особенно дзен-буддизм или адвайта, это в буддизме называется таковость вещей, нам нужно принять так есть, так есть, так есть события, боевые действия, так есть разрушения, так есть, что гибнут нам очень дорогие люди, так есть, что гибнет экономика, так есть, что гибнет целая там страна или государство, так есть, что внутри у меня бесконечная боль, так есть, что у меня внутри бесконечная агрессия, так есть, что внутри я проживаю бессилие, так есть, что внутри я проживаю беспомощность, так есть, что внутри я себя ощущаю невозможным, то есть невозможным что-то предпринять. От меня мало что зависит в том, чтобы изменить, чтобы помочь близким, дорогим мне людям, чтобы прервать то, что происходит. И вот эти ощущения, то, что в буддизме называется таковость вещей, то есть то, что действительно происходит ужас, действительно происходит кошмар, действительно происходит то, что даже год назад было невозможно вместить. И вот это, к сожалению, приходится принимать, проживать эти чувства, впускать эти чувства. И впускать не только чувства, а осознавание, что этот мир изменился, что в нем что-то происходит, такое ужасное, такое невыносимое, невозможное, и оно случается. И если прислушаться к себе, попробуйте внутри произнести, я скажу фразу, дам поозу, просто попробуйте сказать. И послушать, как внутри отзовется в теле, если вы достаточно сензитивны, чувствительны, если внутри вы в контакте со своим телом, если вы в контакте со своими вот этими ощущениями, чувствами, если вы осознаете, что происходит, вы словите вот эти вот чувства. Попробуйте себе сказать. Я ничего не могу изменить с тем, что происходит на глобальном уровне. Я в беспомощности здесь, чтобы прервать бесконечные страдания близких, дорогих или знакомых мне людей, или страдания, которые вокруг меня происходят. Я ничего в глобальном смысле не могу с этим сделать. От меня здесь мало что зависит, а то и ничего не зависит. Да, внутри себя слушайте и следующее, да, попробуйте. Да, в этом мире есть люди, есть правительства, которые могут принимать решения, которые причиняют страдания бесконечному количеству людей. Действительно, зло в этом мире случается. Действительно, сумасшедшие люди есть. Действительно, есть толпа, которые за все это выступают. Да, действительно, это могут оказаться те, кто мне близкий. Так есть. В мире есть зло. В мире есть те, кто может причинять бесконечные страдания близким, дорогим людям и мне. Так есть. И еще одну вещь, которую очень важно принять, и еще раз говорю, много месяцев это происходит. Внутри себе говорить, мне больно, мне очень тяжело, мне больно, что то, что мне ценно, то, что мне важно, то, к чему я привык, привыкла, то, что для меня вот эта зона комфорта, то, что вокруг меня происходит страдания, в которых я не принимаю участвовать. Мне очень больно, мне тяжело все это чувствовать, проживать. Слушайте себя. Важно эту боль чувствовать. И вот эта осознанность, таковость вещей, принятие как внешнего, так и внутреннего, это то, что нам надо делать. Просто проживать здесь, сейчас, что происходит с нами, внутри нашей вот этой сущности. Продолжение следует.